История Марины Зуевой из небольшого таежного поселка получила широкую огласку прошлой осенью. В соцсетях развернулся целый флешмоб в поддержку матери-одиночки, которую в 2018 году ограничили в родительских правах. По словам педагогов и сотрудников опеки, в доме женщины царили холод и грязь, а больному ребенку не оказывался должный уход, что отчаявшаяся мать категорически отрицала. Почему моего ребенка забрали? За что? Господи, за что? Он должен находиться с матерью, а не с какой-то чужой тетей, а с чужим дядей. Он должен быть здесь, со мной рядом сидеть на этом диване. За что забрали ребенка? Отдайте мне моего сына немедленно. Что это такое? В течение двух месяцев Марина Зуева вела непрерывную битву за сына, пройдя сквозь целую череду судебных заседаний. В итоге чаша Фемиды склонилась в пользу матери. Мы уже неоднократно освещали эту непростую историю, полную противоречий разных взглядов и мнений. Поэтому спустя год наша съемочная группа решила вновь побывать в гостях у Марины, чтобы узнать, как сложилась дальнейшая жизнь воссоединенной семьи. Мы счастливы, довольны. Я счастлива, что теперь я со своим сыном нахожусь. Теперь мы вдвоем, мы вдвоем. А раз мы вдвоем, значит все хорошо. За прожедший год Марина заметно улучшила бытовые условия. Поменяла окна, приобрела новую мебель, холодильник и плиту, заменила сантехнику. Она поддерживает связь с волонтерами и другими неравнодушными людьми, которые продолжают помогать матери и сыну. Сейчас Коля учится в шестом классе. Особенно мальчугану нравятся уроки технологии. О своей жизни у опекунов он предпочитает не вспоминать. Коля очень рад возвращению в бескомжу к любимой маме. Ну, короче, меня никто не обижает здесь, все нормально. Все стало хорошо. На рыбалку я ходил, ловил мелких рыбешек, ну ширки. Это летом было. Я вилками, руками ловил. Вот удочка. Он на рыбалку ходит. Вот удочка, да, твоя? Да, только это, бубенчик тут. Вместо ключика. Я там ничего не сделал. Эта маленькая семья из Таежного поселка преодолела немало испытаний, ощутила горечь вынужденной разлуки. Но сегодня мать и сын уверенно смотрят в будущее, веря только в самое лучшее. Оскаров Томонов, Станислав Колченаев, РТС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok